шалом написано в трактате а вот будь силен как тигр и стремителен как орел быстро как олень и могучка клев исполняя волю отца твоего который на небесах дамы и господа прибегая к подлинному еврейскому тексту мы видим что вместо слова силен написано будь дерзок как тигр будь легок как орел беги как олень и будь могучим или героем как лев исполняя волю творца мы видим здесь намек на чудесное сочетание четырех направлений характера человека на любом поприще везде в семье с детьми на работе в быту с друзьями нельзя придерживаться только одной линии быть дерзким дерзким надо быть тогда когда ты должен протолкнуть что-то которая уже практически потеряла надежду но с другой стороны ты должен быть легким как орел чтобы не дай бог не преувеличить вот эту дерзость с третьей стороны ты должен бежать нельзя останавливаться на месте нужно бежать бежать как олень быть легким красивым в своем беге и завершающий момент быть героем наши мудрецы говорят что всегда надо использовать в совокупности все черты характера и что нет черты характера которую нельзя проявить в позитиве и в хорошем ракурсе нужно быть дерзким когда что-то к чему-то стремишься казалось бы намекает шансов нет но это дерзость она должна проявляться на уровне легкого полета орла наши мудрецы учат нас что все благословения или удача и положительный финал любого задуманного плана зависит от бога для того чтобы служить ему и получать от него вот эти результаты нужно соединить четыре сложных противоположных черты характера дерзость легкость быстроту бега и геройство царя обратите внимание даже злой звери такой как тигр должен быть украшенным в каждом из нас сидит тигр и вот мы укращая этого тигра делаем эту дерзость легкой по отношению к другим людям чтобы не дай бог это не было расценено что мы идем по трупам и добиваемся любой цену легкий полет легкий полет иногда должен связан быть с бегом иногда человек должен опуститься на землю уже не летать где-то наверху не подразумевает что он великий орел а просто опуститься вниз и стать красивым оленем который бежит знаете вот своим бегом он просто показывает всем свою прелесть свою мягкость свою дерзость смягченную легкостью завершая свой путь человек всегда должен быть как лев герой и царь потому что истинный царь это сочетание трех вещей на святом языке мэлэх мэм мох разум ламы лев сердце причем обратите внимание как слово сердце на святом языке лев похоже на русское слово царя зверей лев то есть настоящий царь он может держать свой лев свое сердце своего льва под полным покровительством мох разум разум властвует над сердцем и буква хав последняя в слове мэлэх это кавэд кавэд это печень это желчь которая иногда выходит которая рвется наружу мы хотим разозлиться и перейти к первой стадии которая называется дерзкий как тигр и тут лев царь зверей мэлэх говорит спокойно успокойся тихомир свой пыл и дай бог что сочетая все вот эти вещи нам удалось добиться благосклонности бога потому что это истинная служба творцу а он уже не останется в долгу шалом шалом